Ну, теперь, наверное, пойдем дальше. И следующая фаза — это анальная фаза. Анальная фаза приходится примерно на второй-третий год жизни. И связана она с тем, что, как считается в психоанализе, эрогенной зоной уже становится область ануса. То есть, как бы, вот, либидо перемещается в ту область. И что здесь происходит, что здесь важно? Конечно. Самая главная характеристика — это обретение контроля. Обретение контроля над чем? Над чем человек впервые вообще обретает контроль? Он обретает контроль над своими собственными испражнениями. Это первое и главное. И тогда, когда мы, опять-таки я забегаю вперед, это тогда, когда мы видим человека такого сдержанного, вот, качество настоящего мужчины. Я люблю так говорить студентам. Вот, представьте себе, так и настоящий, вот, Штирлиц, да, такое сдержанное. А что он контролирует, вы подумайте? Он контролирует, на самом деле, по сути дела, то же самое, что контролирует ребенок второго или третьего года жизни. Потому что контроль обретается именно тогда. Значит, контроль над испражнением. Вот. Ну и, как я уже сказал, основной процесс — это, или основная характеристика — это, ну, некоторая цикличность. Дело в том, что если мы посмотрим на лиц с такими уже анальными фиксациями, да, или есть такой термин «анальный характер», то что мы увидим? Мы увидим то, что человек функционирует как сфинктер прямой кишки. Смотрите, я сразу предупреждаю, что, конечно, это метафоры. Конечно, мы не должны буквально так к этому относиться, да, но, тем не менее, эти метафоры нам очень многое позволяют как-то осмыслить и представить. Вот человек функционирует как сфинктер прямой кишки. А как функционирует сфинктер прямой кишки? Ну, достаточно просто это представить. В психоанализе это называется механизмами удерживания и отпускания. То есть удерживание и отпускание. При том, что это процессы, которые подвержены определенному распорядку. Или они протекают в соответствии с определенными правилами, да, или с определенным циклом. Это циклический процесс. Это циклический процесс. И это означает, что для человека с анальными фиксациями основная проблема, если мы ко взрослому переходим, основная проблема – это проблема контроля над чем угодно. Над своими испражнениями изначально, да, но на самом деле надо самыми разными ситуациями. Потому что если нечто выбивается из, выходит из-под контроля, если нечто происходит, вот чего я не ожидал, то что это такое? У младенца это детская неожиданность, да, а у взрослого человека это непредсказуемые события, которых он боится. Взрослый человек, страдающий, или, ну, не то чтобы страдающий, поскольку все эти фиксации в нас ведь все равно в той или иной степени есть. У каждого, у одного больше, у другого меньше, у одного одни какие-то, у другого другие. Но мы же через все эти стадии все равно прошли, да. Но поэтому я не совсем удачно произнес вот это слово страдающего, да. Тем не менее, когда уже речь идет о патологии, да, тогда вот они серьезно проявляются, это уже будет страдание. Ну, так вот, если у человека с анальными фиксациями, значит, нечто выходит из колеи, да, то у него развивается тревога, у него нечто нарушается. Самое главное для него — это не допустить того, чтобы нечто вдруг произошло, что я не проконтролировал заранее, или то, о чем я не знал заранее. И отсюда мы можем вытащить, на самом деле, как Фрейд это сделал, вытащить, по сути дела, все механизмы так называемого обсессивно-компульсивного невроза, или невроза навязчивых состояний. Но это уже патология. Но то, о чем я сейчас буду говорить, на самом деле, на самом деле, ну, связано не только с патологией, да, как вы понимаете, но просто патология наиболее ярко демонстрирует нам то, что присутствует и в норме. Итак, вот представим себе человека с неврозом навязчивых состояний. Представим себе человека, который вешает себе на дверь объявление, вот на входную дверь, не забудь выключить газ. Почему он это делает? Или, допустим, он несколько раз, перед тем, как выйти из дома, проверит, выключил ли он утюг. Или он будет звонить домашним и еще спрашивать, проверь, не забыл ли я там выключить воду. Почему он это делает? Потому что он, очевидно, испытывает тревогу, да, от ожидания непредсказуемых событий. То есть, самое главное, это нарушение, это невозможность допустить, вот нарушение распорядка. Нарушение распорядка, это нарушение цикличного процесса удерживания и отпускания. Изначально. И такие люди, такие люди склонны, наоборот, к избыточному упорядочиванию всего. То есть, они стремятся так хорошо структурировать вокруг себя свой мир, пусть не очень большой, пусть какое-то пространство, чтобы в нем все было предсказуемо. Вот они вешают себе объявление на дверь, у них вещи расположены на определенных местах. Если кто-то оказывается в их квартире и что-то случайно где-то переложит, то у них жуткая тревога. Почему? Потому что, потому что я не знаю, что потом будет, а вдруг там будет потоп после этого, да? Вот. Дальше. Вот они боятся непредсказуемости. Самое главное, а вдруг, а не дай бог, что-то произойдет. Они просыпаются ночью в холодном поту, не дай бог, что-то случится. Это означает также, что они все многократно перепроверяют, да? И они кажутся, может быть, со стороны какими-то мелочными и придирчивыми, и очень зацикленными. Вот смотрите, да? В нашем языке, в обыденном языке, даже для них есть специальное слово хорошее, они зацикленные, действительно. Вот. Но они зацикленные потому, что они сидят в этих анальных фиксациях, в этих анальных циклах на самом деле. Вот. Значит, им свойственно, раз они пытаются все проконтролировать, им может быть свойственна бережливость, которая может перерастать в скупость. им свойственно сто раз подумать, прежде чем что-то сделать. И не дай бог, вашим начальникам оказывается такой человек. Потому что если вы подходите к нему с просьбой подмахнуть какую-то бумажку, то он начнет перерабатывать циклически. А зачем это надо? А что будет, если я это подпишу? А может быть, лучше не подписывать? И так далее, и так далее. Вот начальникам такого человека иметь плохо, потому что он вас замучает. Потому что, помимо прочего, здесь проявляется очень характерная черта анального характера, а именно склонность к садизму и мазохизму. Это то, что формируется именно тогда. Садизм и мазохизм. С чем это связано? Ребенок научается контролировать свои испражнения. А что это такое? Это некоторый объект, который можно удержать внутри себя, а потом отпустить, то есть разрушить. И от того и от другого процесса оказывается возможно получать удовольствие. И как от задержки, так и от отпускания. И вот смотрите, люди с анальными фиксациями склонны к задержкам. Но к таким задержкам, которые им приносят удовлетворение. Они будут пережидать какое-то время, прежде чем подпишут вам бумагу, если вообще подпишут. Причем не обязательно они даже мучиться будут от этого, потому что анальные фиксации проявляются тоже в разных типах характера. В частности, проявляются у так называемых тревожно-умнительных личностей. Но могут проявляться и у так называемых эпилептоидов, которые тоже структурируют вокруг себя мир, но не от страха, что вдруг что-то произойдет, а просто потому что это им доставляет удовольствие. И не дай бог вам оказаться тоже тем более в подчинении у эпилептоида. Потому что эпилептоид не допустит никакой активности с вашей стороны, которая не встраивается неконгруентно по отношению к данной структуре, которую он создал. Он не потерпит никаких ваших выходок, не потерпит секундного опоздания и так далее, и так далее, и так далее. И, как я уже сказал, как в случае, если человек будет сам бояться, подпишу, не подпишу, так и в случае, если он просто получает удовольствие от этого, плохо, если он ваш начальник, и значительно лучше, если он ваш подчиненный. Почему? Потому что подчиненный с анальными фиксациями выполнит все несколько раз и еще проверит, все ли я сделал, потому что он нигде не знает, он никогда не знает, где остановиться, ибо он зациклен. Он будет по многу раз перепроверять свою работу, ночью проснется в страхе, в холодном поту и опять будет проверять и так далее. Так что лучше иметь такого человека у себя в подчинении, нежели в начальниках. Ну, дальше. Какие еще признаки вот этих самых анальных фиксаций и анального характера? Упорство. Упорство, которое тоже связано вот с этой тенденцией к задержкам и к получению удовольствия от некоторого постепенного выполнения определенного задания или определенной работы. Этот человек может получать удовлетворение не от каких-то случайных сиюминутных дел, а от планомерной целенаправленной работы. Вот если, допустим, мы говорим о людях, которые занимаются, ну, к примеру, научной деятельностью, то такие люди пишут диссертацию, извините, определенным местом. Вот именно сидя на нем, например, они пишут там свои работы, свои книги, свои диссертации, именно этим местом они все делают в жизни, последовательно, упорно, планомерно, размеренно. Планомерно и размеренно. Вот. Педантичность, аккуратность, бережливость, упрямство. Вот это то, что свойственно для таких личностей, для личностей с анальными фиксациями. Причем, как я уже сказал, я это еще раз просто подчеркну. Анальные фиксации могут проявляться в основном либо в виде, если это патология, в виде невроза навязчивых состояний и так называемой психостенической или тревожно-мнительной личностной конституции, там, где основное – это вдруг, не дай бог, что-то случится, и все нужно планомерно как-то структурировать вокруг себя, потому что, не дай бог, что-то произойдет. И другая сторона или другой, возможно, вариант – это эпилептоиды, которые не от страха структурируют, а ради удовольствия. Вот. Это два таких основных проявления анальности или анальных фиксаций, которые, тем не менее, очень похожи друг на друга. Если мы уберем эту тревожность, то, на самом деле, там будет примерно одно и то же. И в случае психостейника или человека с навязчивостями, и, наоборот, вот в случае эпилептоида. Вот. Ну и еще пример я приведу, тоже любопытный. Был фильм отечественный, в котором фактически были заняты только два актера. Фильм назывался «Ужин в четыре руки». И играли там казаков и стеблов. Фильм был посвящен якобы совершившейся встрече Баха и Генделя. Суть заключается в том, что когда мы… Во всяком случае, вот так, как это показано в фильме, когда мы смотрим на характер Баха и на то, как это проявлялось даже в его музыке, то мы что увидим? Мы видим заполненность, мы видим гармонию, мы видим цикличность, мы видим то, что как бы все учтено. Нет ничего лишнего и ничего нельзя добавить. И мы можем сказать, вот мы можем сделать такой вот, взять на себя грех, да, и сказать, что музыка Баха напоминает нам анальную зацикленность, да. А с Генделем несколько иначе, там ситуация другая. Это как раз такая, ну что ли, пробивная музыка, музыка более громкая, менее так явно четко организованная, что нам будет говорить уже о других, если мы переведем это на язык психоанализа, о других фиксациях, а именно о фаллических фиксациях. Я рассказывал об этом специально для того, чтобы предварить наш дальнейший разговор уже о фаллической стадии. Так вот, в чем мне интересен оказался этот фильм? Есть там такая сценка, и мы можем это себе представить, если мы представляем, как играют Казаков и Стеблов, когда Бах, которого Стеблов играет, садится за рояль, а Гендель все умаляет его, вот, ну, сыграй же ты мне что-нибудь, сыграй себе. Вот Бах, наконец, садится играть, и мы видим, это очень хорошо Казаков передал, мы видим выражение изумления, восхищения и одновременно зависти страшной. И вот это говорит нам о том, что мы можем связать, хотя, конечно, к реальным историческим личностям это никакого отношения не имеет, но мы могли бы связать, вот, глядя на этих персонажей, мы могли бы связать вот характер Генделя уже с какими-то фалическими фиксациями, к которым я сейчас и перейду, а именно к тенденции, помните, я говорил, на смену циклам приходит векторность, к тенденции получить некоторое направление и продвигаться, а Гендель Кемпбелл, он был придворным фактически музыкантом, и он заботился о своей карьере, и он делал свою музыку более громкой, чем она даст нам быть, и так далее. Это может быть проявлением как раз уже фалических фиксаций, к которым я сейчас и перехожу. Вот в чем здесь суть, что такое фалические фиксации и фалическая стадия развития? Ну, это то, что приходит на смену анальной стадии, если анальная стадия связана с концентрацией или локализацией либидо преимущественно на области аннуса, то в дальнейшем начинается, примерно после возраста трех лет, начинается то, что называется генитализация либина, то есть перемещением этой энергии уже в область гениталий. И отсюда название этой стадии или этой фазы развития – фалическая фаза. Здесь основное – это идентификация собственного «я» с фаллосом. А что это означает? Вот представим себе сначала таких личностей, личностей с фалическими фиксациями. Что означает идентификация «я» с фаллосом? Это означает, что это люди, которые в буквальном смысле втыкают себя в реальность. То есть это люди пробивные. Это люди, которые не будут структурировать вокруг себя мирок и в нем крутиться, как лицессиональными фиксациями. А это люди, которые стремятся к достижениям. Это люди, которые действительно достигают каких-то результатов существенных. И в качестве примера это проявляется, например, в отношении к деньгам. Вот смотрите, если я сказал «оральный тип» или «оральные механизмы», растратит все, не поймет, что было. Анальные механизмы. Что вы думаете будет происходить? Бережливость, упрямство, скупость. Нужно контролировать. Значит, нужно и деньги тоже контролировать. А это значит, что он их будет копить. Он их будет копить и так просто вам не даст. Это скупердяи. Лица с анальными фиксациями могут оказываться скупердяями. А здесь что происходит? Деньги для чего нужны? Чтобы показать, какой я крутой. Чтобы показать, какой я большой. Чтобы показать, как меня много. Чтобы показать свои нефтяные вышки, которые напрямую являются фаллическими символами. И так далее. Или какой у меня Мерседес, какой марки. И прочее, и прочее. То есть, это люди, которые стремятся быть крутыми. И стремятся не просто показать свою крутость, но и вторгнуться в реальность. И действительно, как-то даже ее тем самым разрушить, эту реальность. Или переструктурировать под себя. Значит, я повторяю. Оральная несобранность, анальные циклы и фаллическая векторность. То есть, предание вектора. Возникновение некоторого вектора, который уже организует деятельность. И там совсем другой характер будет. Это спортсмены, это какие-то политики. Если это больные, то это могут быть параноики. То есть, люди, которые носятся со своими сверхценными идеями. Или даже бредовыми идеями. Люди, которые очень мощно и жестко противопоставляют себя по отношению к миру. Противопоставляют себя по отношению к реальности. Воюют с ней. Или в то же время испытывают какой-то страх, страх наказания за такой способ взаимодействия с реальностью. И вот здесь, внимание, я сказал очень важную фразу. Я сказал, страх наказания, дело в том, что сама по себе фаллическая фаза, или вот эта, ну, некоторая идентификация я с фаллосом, да, или вот это все-таки, ну, скажем так, только начало генитализации либидо, потому что первоначально, первоначально это служит, вот эти механизмы, фаллические механизмы служат скорее для укропнения себя, вот укропнения субъекта, а не для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с объектами мира. То есть первоначально фаллическая фаза является тоже аутоэротической, она тоже направлена на себя, как и предыдущие фазы. Но она перерастает или переходит, или как бы подготавляет почву, вот она переходит в стадию или фазу эдипового конфликта. И мы эти фазы, вот фаллическую и эдиповую фазу, мы их не различаем. Все это может практически одновременно происходить в период где-то примерно с трех до пяти или шести лет, фаза эдипового конфликта. А эдипов конфликт, я напоминаю, эдипов конфликт в психоанализе, что это такое? Это формирование страха кастрации, то есть страха наказания, я не случайно сказал наказания, страха наказания за что? За инцестуозное влечение. Почему? Потому что вот так началась генитализация либидо, а дальше мы вспоминаем историю Эдипа. Фрейд не случайно эту фазу эдиповой назвал. Мы вспоминаем историю царя Эдипа, который убил своего отца и потом сожительствовал со своей матерью. Правда, Эдип этого не знал. Он, когда все это делал, он этого не знал, и более того, его же пытались от этого предостеречь всяческими средствами, и он же был отлучен. Наоборот, специально для того, чтобы это не произошло, для того, чтобы пророчество не сбылось, он был отлучен от родителей. И тем не менее, это однажды произошло. Так вот, как раз Фрейд и эту метафору уже стало испортить для описания данной фазы. Значит, я напоминаю, что мы говорим о фаллической стадии, которая как бы перерастает в этот самый Эдипов конфликт, заключающийся в том, что либидо оказывается не просто генитализованным, а оно уже начинает быть направленным на объект. На какой объект? Кем овладеть? Матерью овладеть, естественно. Овладеть матерью. И отсюда, отсюда то самое детское инцестуозное желание, за которое потом может наступить наказание. И страх этого наказания является страхом кастрации. У мальчиков это страх лишиться фаллоса, в прямом смысле. Но на самом деле это может проявляться, если мы говорим о уже каких-то фиксациях, это может проявляться в самых разных ситуациях. И мы должны понимать, что это только метафора, хотя метафора достаточно красивая. У девочек это зависть, согласно традиционному психоанализу, у девочек это зависть к тому, что у мальчиков есть, а у них нет. И наоборот, стремление к отцу. Вот то, что характерно для эдиповой фазы. И отсюда вытекают особенности уже неврозов, которые связаны, или каких-то даже более легких расстройств, которые связаны с проблемами прохождения данной фазы. Значит, я повторяю, речь идет о фаллической фазе и фазе эдиповой конфликты. Вот есть достаточно характерные неврозы. В первую очередь, это истерический невроз. Истерический невроз. Что это такое? Ну, как, наверное, уже понятно, основная проблема истерика – это проблема наказания за инцестозные влечения. Значит, мальчик к матери, девочка к отцу. И вместе с тем, поскольку эта проблема уже была связана с той фазой развития, на которой энергия либидо генитализована в какой-то степени, то это означает, что и проявлениями истерического невроза или шире истерического характера будут в основном какие-то виды так называемого, ну, это можно сказать так, псевдосексуального поведения. Значит, истерички, если это женщины, а в основном это женщины, истерички избыточно сексуально выглядят и избыточно сексуально себя ведут. Значит, они как бы пытаются себя показать. Или они очень демонстративны всегда. Ну, например, мы можем представить девушку с рыжими волосами, там, с огромным бантом на голове, который еще громко смеется, особенно там в чем-либо присутствии, то есть которая привлекает к себе внимание и не может без этого внимания обходиться. Если ее лишить внимания, то она может выдать даже истерику. Истерики — это те, кто закатывает истерики. Вот. Вот демонстративность, показательность, а на самом деле, на самом деле, это их сексуальность, они все сексуализируют. Они все как бы через вот какой-то флирт показывают, демонстрируют. Но эта их сексуальность на самом деле мнимая. Потому что истерички — это отнюдь не те женщины, которые являются сексуальными в таком хорошем смысле этого слова. Как говорят психоаналитики, основное желание истерички — соблазнить, но убежать при этом тот же. Почему это происходит и с чем это связано? Дело в том, что это связано с поиском объекта. Объекта того самого невротического желания. А объект этот остался в детстве, потому что это объект, который, я повторю, тот самый объект, к которому в лечении запрещено, оно вытеснено. Он остался где-то в бессознательном. И это значит, что в реальной жизни этого объекта нет. А раз в реальной жизни этого объекта нет, то истеричка будет менять мужчин. Она же нигде этого мужчину не найдет, потому что это всегда не тот объект. А раз это не тот объект, то все мужики — сволочи и так далее. Типичное проявление истерического характера, если мы говорим о женщинах. Но у мужчин это тоже, в общем-то, бывает. Это, хотя, возможно, несколько реже, вот проявление истерического характера. И связано это, в общем-то, тоже с теми же механизмами, то есть с механизмом вытеснения инцидуозного желания. Но у истериков мужчин это тоже будет проявляться в виде демонстративности, показательности и прочее, прочее, в какой-то чрезмерной яркости. И при том, что есть такая общая характеристика истериков. Истерики — это те люди, которые стремятся казаться больше, чем они есть. Вот в этом проявляется что? В этом проявляется на самом деле, ну, что ли, фалическая фиксация. Хотя я повторю, что, или еще раз это вот так заострю, что сами по себе фалические фиксации не ведут к истерическому неврозу, да, потому что должна произойти дальнейшая генитализация и должно возникнуть отношение к объекту, да, то есть к объекту инцеста возможного, да. Вот, значит, на фалической стадии сидит и развивается на ней вот фаза эдипового конфликта, вот тогда все это становится возможным. Вот, тем не менее, тем не менее, и мужчины вот с таким характером действительно могут быть очень демонстративными, показательными, и это отличает их от мужчин с чисто фалическими фиксациями без примесей истерии. Почему? Потому что вот те будут, ну, скорее спортсменами, да, он тоже себя показывает, он качает мышцы и прочее, прочее, или скорее какими-то там политиками известными, да, вот с фалическими такими явными фиксациями, или, допустим, бизнесменами, у которых много денег, но не потому что они их копят, да, копят кто? Анальный характер, вот, кто копит, а потому что им важно быть крутыми, большими, да, вот, я большой, я фалос, да, вот. Вот, а здесь, если, если все-таки преобладают уже истерические механизмы, связанные со страхами кастрации и с механизмами вытеснения, да, то этого может не быть, может не быть вот такой крутизны, которая, допустим, проявляется даже во внешности или в телосложении, такое атлетическое телосложение свойственно для мужчин с фалическими фиксациями. Ну, кстати говоря, и для женщин тоже. Если там будут фалические фиксации, у них тоже это может быть, как ни странно, да, вот, то такие женщины тоже будут, вот, иметь некоторое атлетическое сложение, часто будут склонны к гомосексуализму и так далее. Вот так вот, а если все-таки тут преобладают эти самые истерические черты, да, связанные с комплексом кастрации, то здесь на первый план будет выходить демонстративность какая-то, если это мужчина, то какая-то, допустим, даже женственность его движений, ну, какая-то чрезмерная яркость, броскость и прочее, прочее. Это может говорить нам о том, что перед нами такой выраженный истерик. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова